Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, сегодня пятница, значит мы подводим итоги торговой недели, полистаем любопытные новости сегодняшнего дня, заглянем на рынки, посмотрим, что происходит в Америке, что происходит в России, посмотрим на котировки нефти и золота, разберем лучшую российскую компанию, ну и как обычно заглянем в три моих портфеля, напомню, что инвестирую через брокеры открытия, там у меня российские активы и у меня два брокерских счета в Тинькофф, на ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды. Погнали, друзья! Сегодня компания Allros объявила о том, что она отказывается от выплаты дивидендов за первое полугодие 2020 года. Все-таки кризис на Allros повлиял очень серьезно, опубликовали они отчет со своими показателями, ну и там труба, конечно, полная. Я недавно видос снимал о том, что Минфин с правительством Якутии хочет Allros поддержать, они в Госрезерв планировали закупать алмазы, ну и будут, наверное, это делать. Allros, безусловно, спасут, Allros это, по сути, регионообразующее предприятие, но, друзья, тем, у кого есть акции этой компании, получается, что шиш. Ну, хорошо, что я ее в свое время продал, ни в коем случае об этом не жалею, по ней прогнозы ужасные, теханализ отвратительный, ну и, к тому же, еще и дивидендов не будет в обозримом будущем. Так что, друзья, котировки Allros на это отреагировали сегодня очень плохо. Также любопытная история насчет российской вакцины, развивается очень динамично, ну вы знаете, да, что Институт Гомолея разработал вакцину, объявили о том, что она уже запатентована, ну и весь мир так как-то подхахакивает, подхихикивает над Россией, говорит, что вот вы молодцы, у нас там еще предстоят всякие этапы испытаний, а вы уже тут поспешили все запатентовать, огласить, что вы все создали. Ну и, как бы, ладно, да, можно было подумать, ну вот, там НАТО, все дела, там наши враги, стратегические оппоненты, вот, просто злорадствуют, завидуют нам, естественно, нашей передовой медицине, как же так. Я вот сегодня был в поликлинике, вот, с каждым новым визитом все больше и больше ощущаю, насколько она у нас передовая. Три с половиной часа сегодня сидел на приеме у одного единственного врача, вот. Ну и что самое любопытное, вот новость, которая сегодня пошла в прессе на РБК, я читал о том, что проводился некий опрос среди медиков, друзья, что важно, и вы знаете, половина из них, это ужасающая цифра применительно к этому вопросу, сказали, что не хотят прививаться российской вакциной, поскольку не верят в ее безопасность и считают, что она недостаточно протестирована. Но это очень симптоматично, мне кажется, ладно, когда какой-нибудь дядя Вася там рассказывает о том, что она, допустим, небезопасна, но другое дело, сами медики, это знаете, как будто человек, который прыгает с парашютом, говорит, вот парашюты российских производителей я, например, надевать не буду, мне кажется, это о многом говорит. Ну и также сегодня я вычитал, что в Пентагоне создается отдельное подразделение по изучению НЛО, но они этими вопросами давно, в принципе, занимаются и занимались раньше, но вот теперь, видимо, хотят более предметно исследовать последние случаи появления летающих объектов. Вот недавно они опубликовали видео, я помню, наверное, несколько месяцев назад, но уже подобные у них проекты были и все случаи, которые были зафиксированы, ну там 98-99% из них были в итоге объяснимы и были признаны либо какими-то летающими объектами, либо оптическими иллюзиями. Ну и вообще скептики считают, что все, что кажется неопознанным, либо легко объяснимо, либо представляет собой какие-то сверхсовременные разработки. Напишите, кстати, что вы думаете про это в комментариях, верите ли вы в неземной разум. Ну, единственный довод, который я в пользу этого явления слышу о том, что, ну, вселенная же бесконечна, значит, что-то же там должно быть, но мне кажется, это слабо убедительно. Если бы что-то было, к нам бы, мне кажется, уже давно кто-нибудь прилетел и либо руку бы нам пожал, либо бы нас разбомбил к чертям. Ну ладно, погнали на рынки. Ну, сегодня, друзья, дела плохие, пятница получается крайне отрицательная, индекс РТС сегодня теряет 61%. Индекс Мосбиржи падает на 74%, в минусе золото, минус 14%, и сейчас тройская унция стоит 1950 долларов. Российская нефть Юрлс торгуется по цене 43 доллара 87 центов за баррель, и за день корректируется на 81%, также падает Brent 44,75 за баррель, и в минусе на 47 сотых за день. Америка открылась в минус, S&P 500 на старте теряет 14 сотых процента, а индекс Доу Джонса падает на 27 сотых. Все абсолютно, друзья, сегодня валится, ну, не сказать, что сильно, в общем-то, таких колебаний там в плюс 5%, минус 5% мы уже, к счастью, не наблюдаем, хотя я помню, как все это было в феврале-марте, очень жутко, друзья, ну, плюс 0,5, минус 0,5, в общем-то, не столь критично, ну, к тому же, сегодняшнюю коррекцию мы вчера предполагали, внешние обстоятельства на это указывали, так что давайте относиться к этому с пониманием, ну, и ни в коем случае не расстраиваться. Ну, и вот, друзья, сегодняшние лидеры на российском рынке, и на первом месте, так же, как и вчера, компания Воронежская ЭСК, энергосботовая, 23.39 прибавляет, на втором месте КГК плюс 18.42, и замыкает тройку Банк Приморья плюс 14.66. Также мы здесь видим Росбанк, Росагро ПЛС, Наука Связь, опять кто-то недавно мне в комментариях написал, что это мусорная компания, ну, и сложно поспорить, если честно, ЧКПЗ, Калужская сбытовая компания, Ставрополь Энергосбыт и Best Efforts Bank. Ну, давайте, друзья, чтобы сегодня нам не повторяться, ибо Воронежская ЭСК у нас была в обзоре вчера, давайте сегодня рассмотрим КГК, который в плюсе на 18.42, за месяц компания в плюсе на 26%, за год плюс 31.37, и за три года такой же точно результат. Ну, не производит впечатления на первый взгляд, но первый взгляд может быть обманчив. Так, Курганская генерирующая компания, 67 рублей 50 копеек стоит одна акция, и сегодня прибавляет более 10 рублей. Так, цена по компании 177.88 цена-доход, ничего себе, друзья, жуть какая-то просто, с такими показателями, мне кажется, активы покупать это просто самоубийство. Дивиденды плюс 3.94%, ну, неплохие дивиденды, точнее, неплохо, что они есть, но не очень большие, и теханализ, я просто даже речи потерял от такого ПЕ, если честно, очень большой. Так, теханализ предлагает как продавать, так и покупать краткосрочно, подгружаем теханализ компании на месяц, так, на месяц активно покупать теханализ, считает, что актив прибавит, скользящие средние 12 к 0, технические 8 к 2 за покупку. В приложении брокера Тинькофф Инвестиции актива нет, так что смотрим на него в приложении брокера Открытия, хотя тут, друзья, смотреть, в общем-то, нечего. Ни аналитики, ни финансовой отчетности, ничего. Вот график компании за сегодня, график за 7 дней, за 30 дней, за полгода и за год. Ну, компания была в коррекции, друзья, вот в чем дело. В общем-то, не росла она совсем, вот с сентября 2019-го эта коррекция началась, ну и можно сказать, что почти до мая. Вот потом был боковичок, ну и сейчас актив выстрелил, но, естественно, такие графики не предполагают, что компания перспективная, но, во всяком случае, мне так представляется. Так, детали. Курганская генерирующая компания, российская компания, главный производитель электрической и тепловой энергии на территории Зауралья. Курганская поставляет электроэнергию и мощность на оптовый рынок, снабжает тепловой энергией жителей и промышленных потребителей городов Кургана и Шадринска. В структуру входит Курганская ТЭЦ, Шадринское отделение и тепловые сети. Есть дивиденды. В 2018 году 5,24 дивдоходности, в 2019-м 4,33. В 2020 году информации по дивидендам нет. Возможно, нет и самих дивидендов. Ну, вот такая, друзья, интересная акция. Интересный сегодня у нас серебряный призер. Да, получается, он же не на первом месте. Ну, мне не могу сказать, что понравилось, если честно. Если вам приглянулось, запоминайте. Ну, давайте смотреть, что сегодня у меня. У меня сегодня минус. Начинаем с российских активов в брокере открытия. И тут 533 858 рублей. Сегодня минус 0,27% и минус 1419. Финансовый результат за неделю плюс 1% и плюс 5432 рубля. Ну, в общем-то, неплохо, друзья. Если по проценту в неделю бы активы росли, то получается, что за месяц это плюс 4%, а за год это плюс 48. Такую бы доходность, друзья, до каждому из нас. За 30 дней плюс 1338 плюс 67 тысяч рублей. И за год у меня плюс 27 с хвостиком и плюс 88 тысяч. Отличный результат, друзья. На фондум рынке, конечно, можно обгонять банковский депозит, но надо обладать стрессоустойчивостью, потому что вот здесь вот, вот здесь вот и вот здесь вот, где у меня, видите, минус 64. Было, конечно, страшно. Так, давайте посмотрим, что сегодня в моем портфеле, как себя ведет. АФК-система лидер роста плюс 1,78. Эта компания вроде как имеет отношение к вакцинам, которые сейчас создают в России, патентуют, насколько я понимаю, Россети плюс 1,42 и замыкает тройку МТС плюс 0,75. В плюсе ОГК-2, FXW, ОИТФка в плюсе. На 11 сотых растет сегодня доллар. И все, друзья, остальной портфель падает. В минусе Интеррау, облигация ФК-система, Юнипролин Энерго, Полюс Сбербанк, FXUS, Детский мир, Полиметалл, Лукойл, Норникель и лидеры падения Сбербанк обычный, Яндекс минус 1,45 и минус 2% Мосбиржа. Ну и давайте глянем на мой портфель вообще. Лидером остается по-прежнему Полюс плюс 59% и на втором месте Полиметалл плюс 52%. Хотя последнее время, последнюю неделю, конечно, золото примерно на сотку баксов вниз ушло. Ну и золото отбывающей компании это, естественно, ощутили. Но, тем не менее, это две мои лучшие акции. И я не продолжаю, друзья, настаивать, что золото должно быть в портфеле у каждого в какой-то пропорции обязательно. У меня, например, в золоте процентов 20. Так, АФК-система замыкает тройку плюс 46%. На четвертом месте Яндекс плюс 44%. Мосбиржа дает мне плюс 36%. Детский мир плюс 23%. FXUS плюс 22%. Это, кстати, к вопросу, что доходнее акции или ETF-ки. Я этот вопрос на своем опыте разбирал и пришел к выводу о том, что ETF-ки, друзья. Кому интересно, на канале это видео найдете. Ленэнерго плюс 17%. Интеррау плюс 10%. ОГК-2 плюс 8%. Норникель плюс 6%. Вышел плюс. В плюс и то хорошо. Россети плюс 5%. МТС плюс 4.88%. FXWO и ETF-ка плюс 2.5%. И немножко прибавляет на процент облигация. На 25 тысяч у меня этих облигаций. Но от облигаций выхлоп, конечно, основной это купонный доход. И в минусах. Сбербанк Префы минус 0.25%. Ну почти в ноль вышла акция. И последнее время, если честно, отличные графики по Сбербанку. Я вот так посматриваю. И, в принципе, не зря я их не продал. Наверное, Сбербанк сейчас действительно в ожидании дивидендов представляется акцией перспективной. Вот смотрите, за 7 дней, за 30 дней. Смотрите, какой подъемчик хороший. Ну и за год компания так почти в-образненько вернулась к своим показателям. Ну вот здесь вот где-то вот конца февраля она как раз достигла. Долго она это делала, но тем не менее восстановилась. Про нефтяные компании этого не скажешь. Ну общий график по Сбербанку, конечно, отличный. Так что если новых загогулин таких не произойдет, то Сбербанк продолжу держать. Продавать не буду. Ну и мой лидер падения, моя боль, это Лукойл. Минус 11.56. Ну и что-то пыжится-пыжится, но никак не может он выйти хотя бы в ноль. Посмотрим, друзья. Следующие изменения по российским активам у меня будут, наверное, в октябре. Так что если Лукойл не реабилитируется до того момента, возможно, мы с ним будем прощаться. Погнали посмотрим, что в Америке. Начинаем с ИИС в брокере Тинькофф Инвестиций. И здесь 97.956 рублей. Сегодня минус 0,48%, минус 477 рублей. В плюсе Эбвилайн Энерджи АМД, в минусе Эппл, Мэрк, Майкрософт, Майк, в плюсе Интел, в минусе Пепси, в плюсе Верайзон. И общий результат по портфелю плюс 23.68, плюс 18.700. Ну, тут пока вот последнее время все около нулевое. Ну, сегодня вот немножко доллар подрастает, поэтому вот эта разница между падением компенсируется курсом. И второй мой брокерский счет, это фондовый счет. И тут сегодня тоже минус, друзья, минус 0,3. Что-то фонды покатились вниз последние дни, может быть, даже пару недель уже как. 99.622 рубля у меня в фондах. И общий результат по портфелю плюс 4%. Недавно было почти, наверное, 6.5. Так что валютные активы в последнее время серьезно корректируются. Но зато, смотрите, друзья, вот с момента, когда я этот портфель создал, на 5.5% укрепился доллар относительно рубля. И на 10.96, друзья, почти на 11 укрепился евро. Это к вопросу, а стоит ли держать что-то в валюте. Стоит, друзья, стоит. Наш деревянный, я так думаю, лучше страховать, потому что он у нас дохленький, слабенький. Лучше какую-то часть, ну, я так думаю, хотя бы процентов 20-30 надо держать в валюте. Ну, вот такая была неделька, в общем-то, почти нулевая, такая слабо положительная. Ну, ничего, друзья, такие недели тоже нужны. Вы знаете, когда за неделю получается там плюс 20 с хвостиком в рублях, это тоже наводит на мысль, что как бы не было на следующей неделе минус 20. А вот когда небольшой такой ослиный рост, уверенный, неторопливый, я так думаю, это даже очень даже неплохо. Надеюсь, друзья, у вас на этой неделе тоже плюс. Так что всем, кому видос мой понравился, если не трудно, поставьте лайк. А если вы еще не на фондовом рынке, подписывайтесь на мой канал. Буду вам рассказывать о том, как это делаю я. И будем учиться с вами инвестировать вместе. Ну, и вы будете в том числе учиться на моих ошибках, о которых я стараюсь рассказывать. Потому что, друзья, это всегда дешевле. Все, всем, кому понравилось, лайк за видео. И если интересно, подписывайтесь на мой канал. Будем инвестировать сообща. Хороших вам, друзья, выходных. Прекрасного вечера пятницы. Ну и ждем открытия рынка в понедельник. Я думаю, нас ждет много-много интересного. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова